Сегодня утром у нас в гостях человек, который реставрирует старинные корчево-балкарские инструменты. Азнаур Татаркулов. Азнаур, доброе утро. Доброе утро. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Спасибо вам. И, конечно же, очень хочется узнать, как давно вы начали реставрировать старинные инструменты и почему вообще возникла необходимость. Ну, работу над проектом мы начали в прошлом году, в октябре. И первое время мы занимались поиском материалов в библиотеках, в музеях, в музейных фондах. Помимо этого мы, можно так сказать, выезжали в экспедиции. Мы были в Балкарии, были в некоторых селах, в Карачае. И мы собирали небольшой полевой материал. А поскольку, ну, это действительно был небольшой полевой материал, поскольку уже век экспедиции, можно сказать, ушел. Потому что традиция именно изготовления и игры на музыкальных инструментах, она ушла в прошлое, к сожалению. Вообще, эта мысль, ну, нельзя сказать, что это была какая-то спонтанная идея. Множество факторов сыграло свою роль. Причем, ну, их было действительно достаточно много. Если говорить о некоторых из них, я вообще учился в Москве. И вообще, Москва — это город очень современный. И поэтому, как и во всем, скажем так, западном мире, у жителей Москвы кризис идентичности проявляется просто в какой-то катастрофической форме. И я был один из тех, кто попал под это, влияние под это явление. Но, в конце концов, и вот именно благодаря этому я для себя открыл по-новому именно свою идентичность национальную. То есть идентичность национальная, она дает ответ на вопрос, кто ты такой, собственно. Поэтому это была одна из основополагающих причин. Я заинтересовал. И вообще, у нас семья достаточно консервативная. Я был воспитан именно вот в этом духе консервативном. И для меня всегда большую роль имела и история, и культура. Но, вот как я уже сказал, для себя по-новому открыл я идентичность уже именно в Москве. И поэтому я стал уже углубленно заниматься изучением культуры и истории. И меня очень поразило то, что наша музыкальная культура, она совершенно не изучена. Она уже ушла в прошлое. И поэтому я, в общем-то, и решил это исправить. С одной стороны. Какие вы молодцы. Потом, с другой стороны, я всегда, если честно, считал именно Карачаево-Балкарскую музыкальную культуру какой-то примитивной. Поскольку на самом-то деле она вообще никак у нас не представлена. Ни в Балкаре, ни в Карачае. Проблема в том, что все, что можно сказать о нашей музыке, то, что ее представляет, это эстрада. А эстрада, к сожалению, это нечто совершенно другое. И поэтому нельзя по каким-то эстрадным исполнителям, по эстрадной музыке сложить какое-то впечатление о Карачаево-Балкарской музыкальной культуре вообще. И в какой-то промежуток времени получилось так, что я познакомился с творчеством Амара Атарова. Он тоже, это был, скажем так, фольклорно-эстрадный исполнитель. То есть это тоже не было аутентичным исполнением, но он долгое время этим занимался. И для себя я по-новому, опять же, открыл музыкальную культуру именно после знакомства с его творчеством. Это, кстати, была песня «Тепина», это обрядовая песня. И это по такому совпадению, это была первая песня, которую я подобрал именно на смычковом музыкальном инструменте. Ну, в общем, это были, можно сказать, основные причины. А причин на самом деле было множество, и вообще эта идея возникла очень давно, уже, наверное, года три, по меньшей мере. Как я уже сказал, мы начали заниматься этим усиленно, серьезно в прошлом году, в октябре, примерно в октябре-ноябре. Ну, и связано это было с тем, что я встретился, познакомился с одним корчаво-балкарским активистом, Ханапи Хасаном. И он очень энергичный человек. Это человек-энергайзер, как я его называю. И это тоже... Знакомство с ним послужило таким своеобразным толчком для меня. Я после как раз знакомства с ним уже решил заняться этим вплотную. За время, да, мы знаем, что вот за этот год вам удалось восстановить 10 инструментов, да? Нет, нисколько восстановить, а мы вообще... Нам удалось подтвердить их бутование в корчаво-балкарской среде. Даже. То есть вообще материалов по культуре музыкальной очень мало. Действительно мало. И мы, наш коллектив, нашел практически все, что можно было найти, мы обнаружили. На данный момент мы изготовили... Ну, я изготовил, получается, два музыкальных инструмента от УДО. Это колкобус, это смычковый музыкальный инструмент, так называемая горская скрипка. И помимо этого еще трещотка харс. А все остальные, над остальными музыкальными инструментами ведется работа. Ряд из них не был изготовлен до нынешнего момента, потому что мы ждали, пока наступит нужный период. Потому что, вот, к примеру, флейта, она изготавливается из тростника, которые... Или из борщевика, они из... И этот материал, он, получается, готов только к началу осени. И поэтому мы ждали этого момента как раз. Только-только мы начинаем работу над этими инструментами. Ну, получается, что вообще карачао-балкарский музыкальный инструментарий, он включает в себя несколько разновидностей музыкальных инструментов. Он достаточно обширный. И с полной уверенностью можно сказать, что часть инструментов утрачена безвозвратно. И что мы о них просто попросту не смогли найти никакой информации. Даже информации нет. Да, есть, вот, к примеру, самый простой пример. Есть музыкальный инструмент в музее селения Аль-Тубю. Это в Балкарии. Он... Это духовой музыкальный инструмент. Изготовлен он из металлической трубки, как, к примеру, множество наших духовых собозгодов, так называемых. Но это музыкальный инструмент с раструбом. Раструб — это такое устройство на конце этой самой металлической трубки для увеличения громкости звука. В общем, вот, этот музыкальный инструмент, мы понятия не имеем, что он из себя представляет. Мы видели его фотографию, но мы не знаем ни его названия, ни в каких случаях на нем играли. Вообще, что он собой представляет, мы понятия не имеем. И вот подобных музыкальных инструментов, на самом деле, достаточно много. Потому что есть какие-то обрывочные сведения от информаторов, есть какие-то детали. И, в общем, очень много музыкальных инструментов утрачено безозвратно. Азнаур, ну вы планируете вести работу и в этом направлении? Для того, чтобы вот как-то по крупиночкам, по крупиночкам собирать? Да, конечно, планируем. Вот знаете, есть в Новгороде, в Великом Новгороде, существует такой центр музыкальных древностей. И они, так сказать, археологи, которые занимаются именно музыкальной культурой Новгорода. И, честно говоря, я на них смотрю, как мальчик на космонавта, к примеру. На самом деле, очень хотелось бы вести работу подобную их работе, потому что они признаны во всем мире. К ним приезжают из Европы, очень часто с ними консультируются. Они изготавливают точные копии музыкальных инструментов по археологическим находкам. И работу в этом направлении, конечно, нам бы хотелось вести, но, к сожалению, у нас почва достаточно агрессивная, поэтому деревянные какие-то изделия очень редко сохраняются. Но в то же время, помимо этого, у нас на территории республики черные археологии очень сильно процветают, скажем так. И множество всевозможных артефактов вывозятся, причем вывозятся незаконно. И, к сожалению, как-то это пресечь, наверное, все-таки невозможно, потому что это организованный преступный бизнес, по сути. И то есть, если даже находили какие-то музыкальные инструменты, мы об этом не узнаем. А какие-то официальные археологические находки, вроде бы, при них не было обнаружено никакого музыкального инструмента, насколько мне известно. Если брать музыкальные инструменты, о которых имеются какие-то сведения, это 10 музыкальных инструментов плюс один сигнальный. Это получается, если их перечислять, это колхобус, либо джаяхобус, это его диалектное название, уже я, заях. Это смычковый музыкальный инструмент, как я уже сказал, горская скрипка, так называемая. Вообще, этот музыкальный инструмент, он тюркского происхождения. Исследователи вообще выделяют такую группу семейства хобуза. И вот этот инструмент они относят именно в это семейство. Подобно этому музыкальному инструменту они встречаются по всей Евразии. От тувинцев, к примеру, хакасов, до казахов. В этих народах они бытуют, причем бытуют и по сей день. Традиция у них не прерывалась и по сей день. А вот, к сожалению, на Кавказе вообще, даже вот у нас в республике, эта традиция прервалась у всех народов. Это достаточно интересный музыкальный инструмент. Он рассматривался вообще как живое существо. И все обозначения его частей, названия, они тоже носят именно такой антропологический характер. То есть, если головка называется именно головой, баш, гриф шейка называется именно шеей, буйон, ну и так далее. Ножка, аяк и так далее. И этот музыкальный инструмент, он был в первую очередь, это был ритуальный какой-то предмет. То есть, посредством него передавались и нарцкие сказания. В первую очередь он служил как раз именно для этого. Религиозные, религиозно-мифологические песни исполнялись в аккомпанементе. Ну, также танцевальные наигрыши и так далее. Это был самый распространенный на территории Карачаев-Булкария музыкальный инструмент. И на данный момент, вот, к сожалению, получается, традиция игры на нем ушла в прошлое. Но здесь есть такой вопрос. Вообще исследователи, которые занимались изучением Карачаево-Булкарской культуры, их было всего несколько на самом-то деле. И все они, в основном, которые серьезно занимались изучением, побывали в начале 20 века. Что на территории Карачаево, что на территории Булкарии. На территории Карачаево-Булкарской культуры были сотрудники горского университета, это института Митрофанов, Рогаль-Левицкий. Они даже написали работу. Вот они же как раз и пишут о том, что горская скрипка и флейта Савузова очень давно забыты. И в Булкарии побывал фольклорист украинский Гайдай. Он тоже об этом же пишет. Но мы знаем, что после возвращения с депортации уже умер последний сказитель. Мы считаем его последним сказителем, потому что имеются его фотографии, имеются его аудиозаписи. И он умер, ушел из жизни где-то в 60-х годах. То есть вполне возможно, что эта традиция была жива до второй половины XX века. Но в Булкарии она точно была жива. Про Карача мы ничего сказать не можем, потому что уже в начале XX века пишут о том, что это традиция канула в прошлом. И этот инструмент заменяется другим. Он Щипковым пишет об этом. Чурсин, Григорий Чурсин. Это был Кавказовед, он побывал здесь. И оставил достаточно такую подробную работу. И этот музыкальный инструмент, он был нами восстановлен. Вообще, он такой, можно сказать, своеобразный символ крытьево-блокарского народа. Жалко, что мы сейчас его, конечно, не видим. Да, к сожалению. Я очень много экспериментирую. И во время одного из тех экспериментов, кого, к сожалению, отломился, я подбираю нужную форму колков, либо подставки, которые передают колебания струны к дейке над их размерами, над их формами. И вот в одном процессе, к сожалению, колок сломался. В общем, это был первый музыкальный инструмент, над которым мы начали работу. Технологию изготовления. Мы собирали, но действительно были какие-то обрывочные сведения. По ним что-либо делать было невозможно. Поэтому я обратился к финской традиции, к карелло-финской традиции. Бытует в этих народах у карелов и у финнов музыкальный инструмент, ее хикко называется. И он тоже, это смычковый музыкальный инструмент, так называемые лиры смычковые. И вот опираясь, изучив процесс изготовления этого музыкального инструмента, я приступил к процессу изготовления полкобуза. Вообще, вот в процессе изготовления я попытался его приблизить как можно ближе к традиционной технологии изготовления. Но в то же время я пытался не увлекаться, я использовал и современные инструменты ручные, как стамеска. Помимо этого я использовал станок, шлифовальный гриндер он называется. А в остальном инструменты изготовлены по традиционной технологии. То есть это помимо того, что он был изготовлен по традиционной технологии, использовались традиционные материалы. Например, вместо струн используется конский волос. Он, собственно, поэтому и называется колкобускул. Это обозначение волос из конского хвоста. Как покрытие я использовал воск, растопленный в бараньем внутреннем сале. И вот это вот покрытие на самом деле меня не удовлетворило совершенно. Оно очень сильно пачкается, оно не так хорошо защищает от влаги. И в дальнейшей работе я его использовать перестану. Я буду использовать именно современные лаки. Азнау, расскажите мне, пожалуйста, вот когда вы изготовили этот инструмент, да, кто-нибудь играл на нем? Ну, играл я. То есть я учился... Ну, у нас были сведения какого рода. Нам известно о том, что тюркская самочковая традиция – это мужская традиция. Известно о том, что карачево-балкарская музыкальная традиция – это именно мужская. И то, что женщин играть запрещалось – это было табу своеобразное. Ну, опять же, это было связано именно с какими-то религиозными представлениями. Помимо этого, нам было известно о том, что это именно при игре на хобузе используется так называемая бурдонная техника. То есть это игра на двух струнах одновременно. К сожалению, запись вот того же Алия Тейва нам раздобыть не удалось. Ну, то есть времени совершенно, к сожалению, не было. И поэтому я просто приступил к обучению, самообучению. Дело в том, что я со школьных лет играю на гитаре, и поэтому у меня, можно сказать, развился слух музыкальный. И на самом деле не представляло труда что-либо подобрать. И вот первая песня, которую я подобрал, это была «Тепина», это обрядовая, круговая песня «Пляска». Она исполнялась во время свадеб. И вот постепенно после этой песни я подобрал другую нарцкую песню, после этого «Танцевание на игры шаби-зеки», ну и так далее. То есть дело тут уже именно в практическом каком-то исполнении. Азнауру, я второй раз уже пожалела, что вы не принесли инструмент. Я очень надеюсь, что наша передача «Ремесла» обязательно с вами выйдет, и мы тоже насладимся и игрой, и инструментами, красотой инструментов. Скажите, пожалуйста, вот если мы поговорим, получается, о втором инструменте, который вы тоже, получается, изготовили, да? Вы сказали, что из десяти... Он в процессе. А, вы хотите про Харс поговорить, это трещотка, получается. Да, 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 да. Получается, вы сказали, что из десяти вы изготовили два, правильно? Ну, дело в том, что вот у этих десяти музыкальных инструментов имеются свои подвиды, подразновидности. И если говорить о том же кулкобузе, есть инструмент, он типичный, именно типичная тюркская форма, это музыкальный инструмент в форме лодочки. И есть вторая разновидность этого музыкального инструмента, он в форме чаши, через которую проходит гриф насквозь по диаметру. Вот вообще об этом музыкальном инструменте сложно что-либо говорить, потому что, во-первых, он нигде не упоминается вообще. По идее, это тоже самый музыкальный инструмент, потому что на нем имеются точно так же две стороны, дека у него тоже изготавливается из кожи. Вообще, вот архаичная форма этого музыкального инструмента – это корпус, выдолбленный из дерева, опять-таки в форме лодочки и покрытый кожей. В более позднее время кожу заменили деревом, потому что кожа, она звучит все же тише, потому что она не передает колебания так, как передает, к примеру, дощечка из елки. И вот об этом музыкальном инструменте никаких упоминаний не встречается вообще, и мы его, можно сказать, нашли случайно, но каким образом? Вот это, кстати, будет хорошей иллюстрацией того, как рабочий процесс, как наш протекал. В ВКонтакте вообще существует такая группа «Оття». Наверное, многим об этом известна, это достаточно известная карачаево-балкарская группа, и я бы сказал, что она самая лучшая вообще. Я знаком с ее администратором, и вот администратор этой группы, он мне прислал выдержку из текста, в нем описывается грузинский музыкальный инструмент. Автор делает сноску и пишет, что вот такой же музыкальный инструмент имеется и у карачаевцев, называется «Кулкобус». А он описывает именно чашу, через которую по диаметру проходит гриф. Для карачаевских музыкальных инструментов, для карачаево-балкарских это нетипично. Это, ну, скорее… Вообще, почему изготавливался этот музыкальный инструмент из единого куска дерева? Потому что, опять же, к нему относились как к живому существу, и он таким образом считалось, что сохраняет свою душу. И поэтому он звучит. А этот музыкальный инструмент, ну, о нем действительно сложно что-либо сказать. Мы знаем, что такого типа музыкальные инструменты бытуют у наших соседей сванов, рачинцев, также у осетин распространен. Вообще, на всем восточном, северном Кавказе он достаточно широко распространен. И лично мое мнение, этот музыкальный инструмент вполне возможно был перенят у рачинцев. Потому что в рачинской среде вообще мы, карачаевцы и балкарцы, очень были тесные связи с рачинским селом Геби. И вот в этом же селе был обнаружен музыкальный инструмент, который один в один повторяет именно карачаево-балкарский клуб-клубус. То есть он абсолютно во всех конструктивных каких-то решениях повторяет его. Более того, именно его архаичную форму, поскольку полость музыкального инструмента покрыта именно кожей. И поскольку с этим, с жителями этого населенного пункта у карачаевцев и балкарцев были тесные связи, вполне возможно, что переняли этот музыкальный инструмент рачинцы именно в форме лодочки, а то, что карачаевцы и балкарцы переняли его именно в чашеобразную форму. Но что интересно, парень, занимающийся изучением рачинского фольклора, он утверждает, что на лодкообразном музыкальном инструменте играют именно женщины, а на чашеобразном только мужчины. Ну это тоже такой интересный факт. Учитывая то, что именно карачаево-балкарская традиция смычковая, в ней табу, как я уже сказал, и причем табу именно из тюркской музыкальной традиции смычковой на исполнение женщинами. В общем, это такой интересный факт. И вот этот музыкальный инструмент, он, получается, нашел эту выдержку от министратора. Я очень сильно этому удивился, поискал, нашел библиографию грузинских композитора Аракишвили. Нашел его библиографию. В библиографии была указана книга «Обмер народных музыкальных инструментов». И я попросил своего друга, он рачинец сам, я попросил у него найти эту книгу в сети, поскольку я грузинского языка не знаю. Он ее не нашел, но затем, ничего нам не сообщив, он сам отправился в библиотеку, нашел эту книгу, полностью ее откопировал и нам ее выслал. И вот в этой книге содержалась фотография и описание двух музыкальных инструментов. Один из них, который типичный, этот лодкообразный, а второй именно чешообразный. Какая трудоемкая работа, Азнаура. Да, вот. Это такая хорошая иллюстрация, потому что в основном вся работа так и протекала. Мы находили какое-то текстовое упоминание, из этого текстового упоминания мы находили источник. От источника мы каким-то образом иногда находили, скажем так, отсылку к музею. Оказывается, очень много этапов вы проходили, прежде чем поступить к работе. Да, да. На самом деле вот этим мы и занимались с октября месяца по март. Все вот это время мы занимались именно поиском какой-то информации обрывочной, то там, то здесь. Молодцы, Азнаура. Действительно, очень много времени отняло у нас. Да, и это очень интересно. Вот, знаете, мне какой еще момент интересен. 26 августа, да, вы участвовали во флешмобе музыкальном. Вот расскажите, пожалуйста, нам об этом. Это международное мероприятие, скажем так, его организовывают американцы. В интервью организатор говорит, что вот мне пришло в голову, что если бы в какой-то день мы бы просто оставили все свои дела и занялись тем, чтобы мы играли на музыке. Потому что музыка, он говорит, она объединяет. И, в общем-то, это мероприятие началось вообще с небольших вот таких группок, которые выступали в, ну, точнее, играли музыку. Они не выступали, а именно играли музыку для себя и для своих друзей в парке Highland Park в США. И постепенно люди заинтересовались. И вот уже, получается, третий или четвертый год был в этом году. И сами организаторы, они обратились к нам, ну, в Инстаграм, попросили участвовать в этом событии. И мы таким образом и приняли, собственно, участие. Вообще у нас до этого дня, до 26 августа, событие вообще называется Flashmob Play Music on the Porch Day. То есть это день игры музыки на крыльце. Ну, в Америке это достаточно распространенное веранда, крыльцо, и поэтому... То есть основная идея этого мероприятия, то, что музыка, она не осознана для того, чтобы быть заперта в четырех стенах. И ее необходимо вынести из четырех стен и играть именно для друзей, для своих знакомых. Музыка — это то, что объединяет людей. Главный посыл этого мероприятия. Где вы играли? Расскажите нам, пожалуйста. Мы выступали в стенах Синтинского храма, Древнего Ландского храма, 10 или 9 века. Во время записей роликов... Ну, это были небольшие такие ролики, поскольку они были записаны для публикации именно в Инстаграм. Не больше минуты все. Во время записи часто заходили туристы. Они очень сильно удивлялись этому музыкальному инструменту. Ну, помимо этого у нас при себе была гармонь. Им останавливались послушать. И, в общем-то, всем отнеслись к этой инициативе достаточно положительно. И вот мы опубликовали эти видео в Инстаграм, вообще в своих аккаунтах, в соцсетях. А до этого нас довольно часто просили что-либо выложить. Но я специально приберег именно для этого дня, чтобы... Знаменательные события, скажем так. И здесь, конечно же, у меня возникает вопрос. Мне кажется, что очень много людей, которые заинтересовались сегодня вашим рассказом, да, и вашей интересной историей, может быть, хотят вам помочь или, наоборот, тоже вступить в вашу команду. Вот скажите, пожалуйста, как вас найти, как вы записаны в Инстаграм? Да, конечно. Более того, я как раз планирую объявить набор в коллектив. Коллектив наш, он, можно так сказать, сеть небольшая. Будет объявлен набор в Нальчике, на территории КЧР и в Москве, скорее всего. Либо в Санкт-Петербурге. И желающим я прошу обращаться. У нас есть аккаунты и в Фейсбуке, и в ВКонтакте, и в Инстаграм. И во всех этих соцсетях у нас короткий адрес – GoLooFolk. GoLoo – это название нашего коллектива. Folk – это музыкальный жанр, с которым мы, собственно, работаем. И всех просим обращаться по этому адресу, писать в личные сообщения. И всем ответим. Ну, нам, что важно на данный момент, нам необходимы какие-то минимальные музыкальные навыки, чтобы были у людей. Поскольку на данный момент мы не можем обучать людей, потому что у нас очень мало времени. Спасибо, спасибо большое. Азнаур, что бы в конце беседы вы пожелали нашим дорогим телезрителям? Я хотел бы вам пожелать помнить о своих корнях, в первую очередь. И не забывать о наследии своих предков. Спасибо, спасибо большое. А я хочу напомнить, что сегодня утром у нас в гостях был человек, который реставрирует старинные корчево-балкарские инструменты – Азнаур Татаркулов.